В эфире программы в контексте. На минувших выходных в нашем городе провели соревнования горных поисково-спасательных формирований. О ней говорим с начальником аварийно-спасательной мобильной группы Центра гражданской защиты Севастополя Виктором Тарасовым. Здравствуйте, Виктор Витальевич. Расскажите о соревнованиях, кто является их организатором и какие навыки и умения отрабатываются спасателями в ходе соревнований. Организатором данных соревнований является уже 6 лет подряд Федерация альпинизма и скалолазной города Севастополя. При поддержке Центра гражданской защиты города Севастополя и с этого года Крымспас, это АРК Крым. Ну а что касается навыков и умений? Все представленные команды, которые приехали, это те команды, которые в своей профессиональной деятельности занимаются поиском в горно-лесной зоне и спасением в горах. Сейчас предлагаю прерваться, посмотреть сюжет от пятницы. Мои коллеги были в начале соревнований. Давайте посмотрим сюжет, затем продолжим. В Крыму собрались 16 сильнейших команд со всей России. На полуостров приехали спасатели из Удмуртии, Самарской области, Ставрополя, Краснодарского края, Северного Кавказа. Участвуют и профессионалы из Севастополя, Симферополя, Ялты, Евпатории, Бахчисарая, Судака. Испытания их ожидают нелёгкие. Первый этап – спасение человека в горной местности. По легенде, один из альпинистов терпит бествие во время прохождения маршрута. Всё происходит на высоте 20 метров. Задача спасателей – добраться к условно пострадавшему с носилками, затем доставить к троллею и спустить по нему на землю. На всю операцию выделяется полтора часа. Есть два контрольных времени. Через 30 минут после старта спасатели должны добраться до пострадавшего. Если задержались, они снимаются с соревнований. Если успели – расслабляться рано. Необходимо за час доставить человека в целости невредимости на землю. За действиями участников состязания наблюдают судьи. Кто-то из бинокля, другие – через монитор. На контрольных точках установлены камеры. Они транслируют в режиме реального времени всё, что происходит на маршруте. По обеспечению безопасности соревнований принимает участие аварийно-спасательная мобильная группа Центра гражданской защиты населения Севастополя. Участники состязания отмечают – главное в спасательных работах – слаженные действия команды и сохранять спокойствие в любых условиях. Второй этап соревнований – спасение человека в пещере. По легенде, одному из спелеологов стало плохо в момент спуска. Он повис на верёвке. Товарищ его спускает вниз и вызывает спасательный отряд. В основном в соревнованиях принимают участие молодые люди, но есть и девушки. Например, в команде Ставрополя их две. Хелена Скокова сегодня в роли условно пострадавшей. Но в обычной жизни она наряду с мужчинами самоотверженно спасает жизни людей. 12 лет занимаюсь скалолазанием. Люблю горы, люблю скалы. Думаю приносить пользу людям. И поэтому перешла в спасатели. У спасателя нет укола. И поэтому работаю так же, как и у мужчин. Я лезу. Я обычно вылазаю первое. Закрепляю я. И команда дальше выдумается по моим перилам, которые я повесила. Ребята дальше работают. Поднимаются наверх, если на скале. И делаю дальше работу. Пострадавшего вытаскивают, либо тянут. Последняя часть соревнований – поисковые работы в горной местности. Их проведут в ночное время. Победитель состязаний будет определяться по результатам всех трёх этапов. Задача для спасателей не из лёгких. Все задания команды проходят в одном и том же составе. Каждый участник должен уметь работать и в горах, и в пещерах, и на пересечённой местности. Это часть учебного процесса подготовки спасателей. Поскольку всё остальное время года спасатели занимаются своими прямыми задачами. И эти соревнования – это повод посмотреть на лучшие техники, которые будут представлены здесь, обменяться опытом, увидеть слабые места, сильные места. То есть это, в принципе, обеспечение безопасности. Именно ради этого и организованы соревнования. Юрий Круглов отмечает наличие грамотной профессиональной спасательной службы – необходимые условия для развития туризма в регионе. Такие соревнования предназначены не только для тренировки специалистов, но и для популяризации Крыма как курорта и места с достойными интересными трассами для альпинизма и скалолазания. География состязаний с каждым годом расширяется. В 2016-м треть команд принимает участие в данном соревновании впервые. Елена Корнухова, Виталий Коломеец, информационный канал «Севастополя». Ну что ж, продолжим нашу беседу. Что касается места для проведения соревнований, по каким критериям оно выбирается? Место выбрано. Во-первых, «Скалопарус» – это очень старый полигон скалолазный. В городе Севастополя много поколений скалолазов было воспитано именно на этом полигоне. Во-вторых, там присутствует место массового отдыха официальное, куда могут приезжать отдыхать люди. И поскольку место удобно так расположено и не требуется дополнительных согласований и разрешений заповедников, заказников, по согласованию с лесничеством, это место используется уже несколько лет для проведения данных соревнований. В сюжете были показаны начальные этапы. А что было дальше? Что представляют у себя остальные этапы? И они наверняка усложняются все-таки? Нет, это не все этапы, это три вида. Они различаются по технике выполнения. Дело в том, что спасение в горах используют одну технику. Спасение в пещерах – это уже совершенно другая техника. И третьим этапом, заключительным, было проведение поисковых работ. То есть это был поиск в сильно пересеченной местности. Вот три разных этапа. Они поэтапно проходили и по сумме уже складывались результаты и определялись места. Давайте тогда поговорим о результатах. Кто вышел в лидеры, кто себя лучше показал? Ну, традиционно уже на наших соревнованиях лидируют команды Россоюз Спас Таврополь. При том, что Россоюз Спас – это все-таки общественная организация, не профессиональная. И поисково-спасательная служба Самарской области. Тоже не первый раз приезжают на наши соревнования. Хорошие, подготовленные ребята, то есть как спасатели. Но это именно профессионалы, которые ежедневно выполняют свою работу в своем регионе. Третье место в командном зачете занял Крым – Кубань Спас. Они впервые на наших соревнованиях. Тоже очень сильная команда. Мы в общем зачете команды Севастополя, ГКУ, ЦГЗ не заняли призовых мест. Но в одном из этапов, соответствующей нашей профессиональной деятельности, а именно в спасении горах, все-таки заняли третье место. Что касается общественных отрядов, какой их был процент? Много ли таких людей? Нет, их процент был сравнительно небольшой. И, наверное, представлен только команда и Россоюз Спас Таврополь. То есть, ну и они же и заняли первое место. Ну а ваши личные, какие впечатления от соревнований? Может быть, какие-то выводы сделаны на будущее? Ну, видите, здесь сама цель не проведения соревнований, как таковых результатов, а возможность дать командам предложить свою тактику и технику прохождения. Используется новое снаряжение, то есть демонстрируется это. Другие команды, ну, скажем так, послабее или не владеющие данной техникой, могут ее изучить, посмотреть, как она работает. Тут соревнования, наверное, все-таки второстепенно. Первостепенно тот опыт, который люди могут передать друг другу. Ну вот об этом опыте, может быть, подробнее. Что-то такое совершенно новое, может быть, что-то было, что увидели? Ну вот один из производителей, производитель снаряжения, крупный мировой производитель, представил образцы своей продукции, выдал возможность спасателям ознакомиться, попробовать и даже выдавал для участия команд соревнований. То есть дал возможность изучить именно свое оснащение. Вот, конечно, новое снаряжение не всегда приходит в отряды, потому что все дорогостоящее, непонятное, неизвестное. В данном случае вот производитель этого снаряжения предоставил, чтобы люди могли руками его изучить, пощупать и понять, как оно работает. А вот насколько успех спасательной операции зависит от снаряжения? Ну, как вы видели из репортажа, используется очень много веревок, очень специфического альпинистского снаряжения, специфического спасательного. В принципе, без всего этого невозможно выполнение работы. Ну, давайте поговорим, наверняка будут и в следующем году соревнования, будете участвовать? Ну, на данных соревнованиях я присутствовал как один из судей соревнований. Ну, естественно, будем также помогать проведению в судействе, и также будет выставлена команда от нашей Центра гражданской осуществления, именно поисково-специального отряда. Ну, пожелаем вам успехов в следующем году. Виктор Итальев, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Напомню, о соревнованиях общественных и профессиональных горноспасательных отрядов говорили с начальником аварийно-спасательной и мобильной группы Центра гражданской защиты Севастополя Виктором Тарасовым. Оставайтесь в курсе событий вместе с ЭКС. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова